здорово пацаны вот он солнечный прекрасный денек пользуясь и называется случаем сегодня у нас 28 декабря 2015 года вот такая у нас зима будет в этом году вот такая солнышко все дела тепло и смотрите вот автомобиль nissan murano 2013 года выпил выпуска купил я его в июле проездила на нем почти два с половиной года мы уже вот три в пятна в шестнадцатом году будет три года в июле вот пробег на машине 98000 соответ сейчас я хочу рассказать почему я выбрал именно эту машину ну и в целом просто называть отзыв владельца дать за нее значит внешний вид безусловно играет самую важную роль при выборе автомобиля честно говоря мне эта машина понравилась до нее у меня был nissan x-trail тоже в максимальной комплектации когда стал вопрос продавать машину то есть они было пробег 145000 уже нужно было что-то выбирать бюджет был ограничен он был примерно вот миллион семьсот рублей то есть на 2013 год я мог себе позволить либо вот эту машину либо hyundai santa fe либо mazda cx 7 там или 9 точно не помню ну и все в принципе то матки какие-то были предложения но честно говоря выбирала честно зашел вот эту машину посмотрел посмотрел санта-фе там вот гранд санта-фе какой-то как раз был санта-фе вообще не понравился чисто внешне привлек в салон сел вообще сразу вышел уехал до свидания заезжал смотрел машина классом вышел там инфинити так далее то есть ну там вопросов не было там было вопрос цены то есть от них сразу отвалился ну и соответственно стоялся на этой машине чем привлекла первое дело мордой но реально мне от морда если чё так понравилось пиздец как особенно когда машина вышла наверняка читали смотрели то есть ее как бы характеризовали такую какую космическую машину необычного дизайна то есть реально вот в машин таких вот по такому принципу на тот момент было не так много вот единственно чем она мне не нравилось вот именно с этого ракурса вот передняя часть классно на вот задняя часть то есть как-то бля ну не знаю не очень в целом с этими фарами с новыми кто знает поймет они вот стрелками идут то есть это новая оптика задняя то есть ответ она меня привлекла ну и в целом дальше то есть привлекла чем от мотор привлек очень сильно то есть три с половиной литра я до этого ездил на два с половиной литра был nissan то есть там вообще он ехал он ехал примерно там 10 половина секунд до сотки и естественно там что-то мне прямо хотелось обязательно ничего не такой помощнее взять ну и соответственно как-то раз заезжая в салон я зашел и решил посмотреть его на тест драйв все в автомобиль это конечно был нечто потому что три с половиной литра ну это совсем совсем другое дело то есть я понимаю то что я даже не представляю что такое 5 литровая такая тачка или какая-нибудь там допустим mk или mercedes амг класса для меня это на вообще космос от реально будет как ракета в пулютиль там и так далее вот эта тачка для города я считаю вообще вполне подходит и самое главное если вы какой-нибудь человек семейный либо у вас много друзей вы там любите куда-то путешествовать я считаю что реально вот и и вообще без проблем по комфортабельности это мы сейчас чуть позже пройдемся но определившись с выбором что это будет сто процентов nissan muran я начал его соответственно присматривать покупать приехав к одному дилеру вскрывать даже не буду это было на мкаде овод овод да я приехал я был готов купить тогда вторую комплектацию из четырех всего их 4 комплектации он назвал цену миллион семьсот двадцать как-то вот по спешке по глупости рода даже 15 тысяч уже оставил то есть приехал договариваться забирать уже машину то есть подписывать все договор я тогда ему говорю то есть мол давай округлим до 20 до 700 то есть миллион семьсот я машину забираю на что менеджер он просто в такие дыбы встал он просто начал мне вы что какая скидка 20 тысяч типа это горячий пирожок начал рассказать мне о том что тут вообще на нее очередь стоит мало якобы вы сейчас уходите я сейчас любому другому но я естественно тоже психанул прям тут же позвонил первому попавшемуся дилеру тогда это был автомир я позвонил то я говорю ребят такая такая ситуация машина такая ну все назвал мне года не вопрос приезжайте по моему 20 тысяч скидку дадим еще каких-нибудь подарков подарю ну естественно исходя от этого я понял то что ну сейчас за 5 минут машину купить не получится я написал заявление о том что деньги в новозврат и от машины не отказываюсь и поехал автомир приехал в автомир встретился познакомился с менеджером пообщались он показал машину что машина в наличии а там я дальше начал торговаться уже с ним еще с другим дилером уже в тулу начал звать то есть я в тот день как бы машину все не купил понятное дело я уехал домой вот как и торговался может предыдущие видео на канале там подробно рассказывал о том по какой схеме торговался как я обзвонил всех дилеров в итоге принцип какой вот эта машина максимальная комплектация стоила 1 миллион восемьсот девяносто пять тысяч рублей они мне и отдали за 1 миллион шестьсот одиннадцать тысяч рублей тула предложила эту машину за миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей на вскидку тогда миллион пятьсот восемьдесят пять стоил максимальный nissan x-trail то есть это был там кузов т-31 или т-32 не помню если есть такой кузов то есть это уже который там пошел с диодной оптикой сзади фонарях вот суть том то что они не скинули 300 тысяч из них 100 тысяч была официальная скидка nissana то есть я там предоставил птс машину что якобы у меня дороге nissan будет в коллекции там назовем или в семье я не программа лояльности мол типа если у вас есть nissan то вот вам 100 тысяч скидкой пожалуйста ездите еще на дом вот ну и соответственно долго-долго торговались почему забрал за миллион шестьсот один старый здесь кожаный светлый салон а тулу предлагала черный салон мне не захотелось захотелось именно биржевой по маркости салон и так далее то я вам сейчас тоже подробно сказать что касаемо комплектация машина на 18 дисках на самом деле обратить внимание да здесь резина стоит 235 65 внешне она такая здорово не кажется то есть помню на x-trail было 18 диски то есть там она прямо и вниз к профильным вот такая резинка сян там было 55 что она смотрелся на колес побольше сказать здесь принципе такие же диски даже принципе узор похожий потому что может даже такой же по колес кажется гораздо меньше вот что касаемо оптики когда я ее купил я реально сначала был очень доволен фарами то есть вечернее время обзорность была очень хорошая широкая то есть едешь прям вот обочину все освещает противотуманки здесь галогенную на самом деле я даже многим рекомендую оставлять галогеновые противотуманки потому что они именно по предназначению работают к туман стоит вы если поставить аксинон от него толку вообще никакого не будет то есть ксенон он в туманную погоду он рассеивается то есть вы ничего грубо говорить не будете а другое дело когда здесь галоген то есть я езжу вот у меня здесь рядом ака есть и когда бывает такая погода что прям туман над речкой стоит от реально включаешь галогенную свет то есть ну он эффективней вот и как-то смысла я не знаю не вижу этот синон то вставлять так далее дело сейчас не против туман дело больше за оптику здесь big xenon то есть прошло два с половиной года фары реально стали не знаю от чего это связано может что подскажешь заодно напиши в комментариях есть у вас такая же проблема просто я читал на драйве многие парни писали что покупали машины кто с рук и то есть сразу что-то начинали менять со светом потому что говорят ни хера ничего не видно я говорю странно странно но вот дошло время что прошло два с половиной года и соответственно я уже тоже сейчас езжу по вечерам но не видно то есть когда сухой асфальт еще проблем нет алка только мокрый сядет на вообще такое ощущение как без фар едешь я постоянно хожу начинать тереть протирать и так далее морда задиристая агрессивная мне вот на самом деле нравится такая чисто кобра кабруха ну сами посмотрите оцените как вам резину я рекомендовал то на машину то и я ставил open country вот она есть третий сезон но сами скажи смотрите шипы все на месте практически но там до 95 процентов шипов здесь точно есть вот один только шип вывалился и обратить внимание то что здесь протектор да здесь она как новая можно даже смело сказать тушка будет сезона не ответил хотя на самом деле у третью зиму соответственно третью зиму это 1040 на не накатать что касаемо управляемость автомобилю машины установлена мягкая такая довольно таки подвеска и вообще изначально читал про нее историю то что вообще целом мурана был придуман именно там на рынок сша и то есть эта машина предназначалась для любителей играть вообще в гольф то есть реально читал такую историю что мол типа гольфист и так далее мол для вас от мурана специально была сделана тоже здесь багажник он небольшой но он есть то есть как раз сложить плюшки и так далее задним ол место дохера и такая машинка мягкая спокойно здесь вариатор стоит вариатор у меня был также на x-ray лишь на x-ray отъездил 145 тысяч вообще проблем не было на этой машине отъездил уже почти 100 тысяч не рывков не толчков и прочей херни которые там предвещают беду пока проблем нету если у вас были проблемы напишите на какой там на каком пробеге они были и самое главное опять же нужно понимать что вариатор это не та коробка которая там к активной езде нет это наоборот плавная подвину коробка которая но нету вот этих переходов когда переключается скорость то есть она идет от безступенчатой соответственно с ней проблем таких вот в диркотне в какой-то нету и соответственно она как самолет нажал на газ и все сидишь ждешь то есть у тебя не будет вот этого отсечек идти как на автомате вот соответственно ни в коем случае не предназначена для какой-то езды того для гонять те кто гоняет как правило они как раз убивают особенно многие жаловались на тянах что вот там вариатор летит ну конечно дело там же тоже стоит 35 максимальной комплектации как и здесь двигло и соответственно вот там наверно пацаны то я и ушатую за счет того что газ в пол тормоз там туда-сюда ну экспертное мнение свое давать не буду какой есть минус во внешнем виде которого вы никогда не увидите на рекламных буклетов обратить внимание да когда машину продают и вообще на всех рекламных буклетах она именно так вот например боком расположена если присесть то видно как висят яйца назовем их так от глушителя то есть труба иногда когда вот издалека и сейчас мы стоим на ровную площадку да если до подальше отойти например метров там на 20 как машине идешь она прям торчит реально на прям весь внешний вид портит и соответственно это как бы получается самая нижняя точка в одна из самых нижних точек и как правило на бездорожье если кто-то на таких машинах лазит от ее вообще без проблем оторвать но я на бездорожье также не лази поэтому меня с этим проблем не бывает к красочному покрытию многие постоянно говорят то что слушай черный цвет он капризный он такого стекла пацаны я пока на драйве не зарегистрировался даже знать не знал никак в жизни обращал внимание что в такую солнечную погоду на чистой машине вот здесь если присмотреться не знаю на камеру это видно или это наверное видно идет так называемая паутина сколько раз и машины черные не продавала их продавал три черных машины ни разу в жизни человек не приехала не сказал то уж слушай у тебя паутина соответственно ну надо какую-то скидку сделать это все-таки черная машина мне нужно будет полировать я вам сразу сказал то что лишь дружок иди-ка ты в салон и купи себе новую машину то есть это бушная тачка но если вот характерный вот вот такой капризный цвет ночи поделаешь пленку закатывать да это дешевле вот ту же самую скидку надо делать тем кто в пленку закатывать у меня проблем нету что касаемо лакокрасочного покрытия она здесь в принципе вообще отлично меня нареканий вообще никаких нету то есть не сколов ничего по машине нету абсолютно только вот вот эти вот паутинки так называемости за счет того что подвеска мягкая как я уже сказал да действительно когда дорога колейная либо она такая вся волнистая ну назовите вообще не хоть кто-нибудь автомобиль который до двух миллионов паркетник по такой разбитой там какой-то колейной дороге будет себя вести прям вообще уверенно что ты будешь ехать там не за 200 и блять в удовольствие что тебя не будет не расшатывать не раскачивать и так далее то есть я считаю что таких машин нету как правило так себя на такой скорости да даже вот nissan gtr то есть кто кто-то рекомендует на такой спортивной тачке по такой дороге разбит и расшатанных гонять там 200 300 и так далее все говорят а вот по прямой на ровной дороге крузак 200 может разогнаться но может правильно она нахер почти рисковать или чё там от требует машина там за полтора миллиона грубо говоря да но я купил за полтора практически миллиона сок она в реале стоит она значит стоит еще дешевле соответственно гнать на этой тачке по какой-то ну допустим даже по такой же за дороги ну и нахуй надо просто скажите да по ровной дороге вообще идеально в повороты входит идеально я порой честно вам скажу на участке n4 есть там затяжные повороты на которых я например вот честно говорю суть входить там 160 вот поворот у меня отец у него короче стаж вложения больше 25 лет он на этой тачке мы просто душит в эти повороты то есть он 200 заходит так далее я им говорю типа ты чё куда нормально говорит вы просто типа еще молодой опыта мало я тебе спорить здесь бесполезно так вот уже и перегнали соответствующие вопросы будут по внешнему виду пишите спрашивать отвечу же по факту потому что он тоже не знаю через пальцы высасывать то есть мне кажется основной затронули вот дверь до начинаем с нее дверь вообще шумку машина нареканий не вызывает реально всех валят все это шумка хорошая я тоже отмечаю то есть у меня вот есть mazda двухлитровая но вы наверняка знаете кто подписан на канал то не подписан заходите подписываемся лайки там репосты контакты все дела вот там гулять после нее вообще то есть я теперь понял что такое шумка я понял что такое просто никогда в жизни никаких мерседесах там с-классов даже просто его сидел салоне а вот так ну на ходу с кем-то проекции но никогда такого не было поэтому что такую идеальную шумка не знаю ну вот начнем что касаемо материалов до обшита кожей у меня здесь есть два вопроса первое вот это вот пиздатый хороший мягкий пластик вот это вот жесткий пластик и за счет того что здесь ставки идут вот например то же самое здесь за час постепенно был мотив 10 мягкий пластик а здесь идет жесткий пластик вот это дерьмо начинать в первую очередь скрипеть там буквально ну после первой зимы когда я купил машину понятно дело никаких шумов ничего не было все было идеально все было прям вообще конфета то есть она прям тихенькая такая мягенькая ездишь кайфуешь началась зима начались соответственно скрипы после зимы то есть когда уже вроде жарко-тепло то все равно они остались от чего я не знаю почему может расшаталась чем может еще что то там пластиковые же тоже он тут убей то становится мягче ну как у свойственно есть такие вот мне кажется вот эти части скрипят вот эта часть скрипит то есть вот этот торпеда до передняя так называемо она в принципе скрипов не знают но скрип идут откуда-то отсюда из стыков . я тут этот пластик и вот это то есть вот он издает звуки я постараюсь с процессе конь поехали плохой дороге проехать просто включу камеру чтобы сами послушали какие вот звуки машины издает а музыку выключу так далее вот что касаемо вот этого пластика да вообще неплохо на хер они устали потому что это ручка я ее мою постоянно но на постоянно пачкается от того что руки грязные то есть особенно в летний период то есть за нее берешь она же липкая просто очень нужно часто мы приезжай на мою к постоянному поводил мальчиком в эту с мыльцем там с чем-нибудь пройдите потому что просто там потереть влажной тряпкой но этот бред дальше что идет вот эти вот органы вот эта кнопка вот не будешь все нравится тут такого плана кнопка нажимаешь просто никогда вот это крутить что-то нужно так вот на мазе например ну мне просто больше сравнить нечего я поэтому сравниваю с мазой вот очень удобно вот центральный замок удобно их два вот зачем 2 сделан там для пассажир ящик понятия не имею многие кто садятся в машину кнопка там подсвечивается не помню вроде не подсвечивается посмотрим по точнее который открывает зеркала не зеркала окна и соответственно люди садятся и начинают тыкать на нее закрывают дверь и потом стоишь ему через окно долбишься ты не на ту нажал нажмет на эту и так далее вот еще опять же минус непонятным 2013 вот какого хрена нет подсветки задних остальных стекол то есть на всех машинах есть что на x-trail и не было ну вообще в ниссанах почему-то проблема то есть но нет такого также авто работает только у водителя больше ни у кого это что касаемо двери также комплектация счет того что максимально в машине установленная электропривод сидений также руль то есть машина заводит он опускается когда вы машину глушите он поднимается сиденье отъезжать назад и так далее то есть такая удобная посадка ну реально удобно прикольная фишка и сиденье и руль то и запоминает двух положений вот то есть посадка сами смотрите дай то есть вот я заглушил машину вышел из нее пожалуйста я считаю что вполне место здесь вообще вагону реально садиться в машину очень удобно то есть паркетники из паркетник дальше поехали начиная с левой части да у нас все здесь идет у нас тут подогрев руля багажник у нас открывается с кнопки омыватель нас отдельный кнопка включаясь то есть на некоторых машинах нужно два раза брызнуть фарами и тогда они сработают а здесь отдельный ну понятно бак открыть к системы курсовой устойчивости это кнопка короче отключить вот эту кнопку что багажник открывался низ кнопки а вот вручную вот эти две кнопки раскладывают сиденья задние то есть они здесь тоже задний ряд сидений их можно складывать кнопок что отсюда что с багажника также сиди руль у нас настраивается в четырех плоскостях то есть вперед назад вверх вниз вот здесь удобная фишка тоже сразу стоит то есть днем завели машину есть она раз например ну принудительно ставите свет фар как у меня часто это авто надо не знаю то ли это косяк какой-то производители то ли еще что-то он иногда включает подсветку дневную надо она как бы ночная стоит соответственно можно и удобно сразу переключить вот сидень тоже нас настраивается по-разному что касаемо и цвета белого смотрите обратите внимание хочу грязно прям сильно грязно да конечно есть косяки на природу здесь да если пройтись не знаю там видно на камеру не видно и вот здесь вот ну где чаще всего от водительское сиденье но по идее как правило самоубито что с ним случилось вот что называется трещины пошли морщины но здесь нет вот этой херни как обычно бывают этот морщина который прям самое главное появляется у меня у друга у него nissan какого кашкай вот там у него прям буквально в первый год эксплуатации этого не поднялась вот я машину последний раз кожу был здесь примерно полтора года назад вот отвечаю вам полтора года назад я был кожу вот скажите чё на марка ни хрена на не марка то есть вполне если мыть хотя бы раз в полгода просто пройтись вообще идеальное будет состояние минус какой гляньте на руль сейчас мы заведем руль ваще облез как собака просто собачий хвост облез руль вы посмотрите на него когда я позвонил дилеру не один тип сказал типа это вообще гарантийный случай приехал делился касаемо ниссановского обслуживания то вообще такое как не приехал они начинают сто там отговорок о том что это как бы руль у кого-то он на 100 тысяч облезет у вас от на 60 там типа активно используйте машину губля пацаны полгода он через полгода уже начала бой сначала вот здесь пошли какие-то зацепки там там ну и короче в таком состоянии роль перетянуть его сейчас то примерно 5000 рублей за счет того что руль с подогревом да где-то есть цен дешевле но я вот посмотрел прям точно такой же руль чтоб стал с арене назвали вот что касаемо заднего ряда здесь тоже место вполне до хера то есть вот единственная в чем сделал бы чтобы дверь чуть побольше открывалась бы задняя так в принципе посадку автомобиль вообще отлично сейчас прошу обратить сразу внимание смотрите казалось вода мест не так много почему наш машина заглушена и сиденье задние отъезжать максимально назад не максимально назад назад отъезжать чтобы не было проще выходить а то сиденье пассажирская специально садим мало кто сидит что еще здесь хорошего есть в этой машине что вот эти сиденья задние по ну и как уже говорил что не рассказывается скопочек но также их можно когда сидя в машине просто наклонять то есть там спинку регулировать то есть можно откинуться назад и сидеть в удовольствие то есть на некоторых машинах то есть положение одно а здесь реально удобно за счет того что вот это вот у нее у нас висит как яйца я уже говорил здесь ровный пол реально удобно то есть на дальняк куда-то ездить опрос пару раз ездил сзади то сидишь здесь балдеешь то есть удовольствие сзади у нас есть подогрев сидений ну и кнопка которая опять же не светится многие ну хорошо находя здесь высоко находится все раз растут на счет нащупать можно дальше обдув но и подстакане или больше никто нету подлокотник здоровый там не подстаканники там просто какая-то это бутылку поставить с пивом и шампанским или чем с молоком вот дальше сейчас покажем сразу багажник и перейдем уже по деталь не посмотрим что касаемо салона что там у нас есть чем вы будет чаще всего пользоваться значит багажник у нас открывается с кнопки сейчас по это продемонстрируем ключ есть кнопка по как у всех на пульте расположена вот такой багажник для ну и тень да куда такие ноги-то багажник как говорят многие он небольшой но в принципе для такой машины он больше не нужен я отъезжали что-то положить там даже порой будет какой-нибудь мешок там с кормами для собак закинешь там полный багажник сумок наложишь вообще без проблем я на нем даже перевозил профиль 20 на 40 длин еще покажу чуть-чуть чем это конечно закончилось вполне вот если ты сейчас откинуть они соответственно все сиденья упадут а потом две кнопки зажимаете вот эту и вот это они поднимаются за счет того что смотрите особо тайна не просто грязные то есть машина от конечно химчи складать вот в машине установлена система босс 11 динамиков плюс сабвуфер и усилитель все это находится вот здесь то есть у нас там есть подпол и вот он стоит сабвуфер написано босс как раз запасное колесо я только честно говоря не знаю там это на оригинальном диске или там это просто как докатка ни разу не приходилось и пользоваться соответственно вот такой багажник единственный минус у этого багажника конечно если кто-то что-то во за счет того что он скошенный то есть он не такой квадратный идет то есть какие-то вещи обычно упираются то есть приходится что-то мудрить блять сквозь сиденье там класть ну и так далее но я думаю вы без меня все это знаете и сами неоднократно со своими машинами также все мудрить вот ну что пойдем салон смотреть сразу когда покупал автомобиль ну мне из подарков естественно ничего не дали потому что скидка была хорошая купил себе ковроты 3d ковры вообще пацаны бля рекомендую пипец они как бы считаются дорогие то есть я дал четыре шесть тысячи тогда за такие ковры они в цвет салона идут посмотреть два с половиной года вот светлый салон свет светлые ковры честь ними в нормальном состоянии при условии того то что у меня пацан я его не в туфельках хожу то есть у меня работа такая этого по грязи где-то бегаю в общем хорошие ковры они кстати вот зимой тоже борты хорошие то есть некуда не течет этот под них то есть не претензий нету стояночный тормоз здесь ножной залезем так вот засели заводим тачку руль быстро опускается просто как-то у кого-то дед смотрел какой-то обзор там типы говорили тоже слушаю вообще-то вот херово руль опускает какой-то косяк единственно смотреть что час из косяков по машине есть мне кажется что-то с электроусилителем руля стала потому что он реально стал тяжело крутиться но за счет того что 98000 пробега на праздниках на зимних планирую съездить дилеру отдать и на диагностику на полный пусть смотрят то есть мало лично гарантийный случай так далее ну за что я в принципе не рассчитываю потому что с ниссаном говорю проблему гораздо больше чем с той же хотя бы самой мазды вот за 98000 я ничего не меняла машине то есть ничего не ломалась каких проблем не было то есть чисто то по регламенту что входит в то то я и делал никаких там дополнительных услуг мне не предлагали то есть проблем с машиной не было вот ну поехали что тут у нас еще есть понятное дело управление светом управление аудиосистемой телефон телефон вообще полное вот просто обратил внимание то что даже как-то раз видел какой-то видос давидовича вон там ехал на gtr и звонил по нему через громкую связь тоже там женщина постоянно переспрашивал здесь та же самая система если вы стоите то вы еще в принципе можете поговорить на езде то есть шум стоит ну микрофон короче херово он где-то здесь установлен где-то в этой короче части вот и соответственно микрофон дальше пойдем на что касаемо мультимедиа обратить внимание то что в принципе мультимедиа очень похожи на мультимедиа как на инфинити то есть это нажмем да что-то информация о пробках еще что-то на принципе такая же информация о пробках и тогда лет здесь ничего не работает есть у нас работает расход топлива да а он нам пишет что у него здесь примерно вот как понять чем не говорит компьютер непонятно он пишет что расход 13 половин литров я вас уверяю что это отчасти правдивый расход для сплайн литров расход здесь только до вы ездить то есть в таком овощном скажем так режиме что вы не топите на газ то есть так аккуратно потихоньку плавно перемещаетесь но машина реально говорю подталкивает не на такое перемещение отдавить в пол я обращал внимание то что как-то летом я на ней гонял 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 то есть расход доходил до 20 литров то есть я проехал буквально полном баке контров 380 мне уже загорелась кнопка типа мол пора кушать вот соответственно какой расход будет у вас я не знаю то есть как вы ездите в каком режиме то есть каком городе по москве в пробках торчит или у вас такой же городом со свободный танц со свободным транспортным потоком так далее то есть владельцы кто есть реально кто смотрит видос напишите какой у вас расход пусть вот люди кто хотят купить эту машину сделать для себя выводы что там у них расходность посадка в машине реально очень удобная боковые зеркала большие просматриваются все очень хорошо вот подлокотник реально здоровый то есть руку положить удобно и когда включаем драйв на обратить внимание то есть рука реально на него ложится очень удобно и можно даже общаться с машиной то есть включать климат-контроль переключать музыку и так далее то есть ну удобно то есть не на весу рука а вот то есть вот так отметить вот что еще еще есть вот ниша такая то есть в этой нищей у нас нищий ниша блять у нас находится прикуриватель он же зарядка и также можно прикурить у нас еще есть вот здесь то есть прям пакет для курильщика пожалуйста тоже был в подарок я не знаю там идет вроде обычная как доп опция идет но не нам не обстоит подогрев сидений вот не понимаю нафиг такие кнопки сделать нельзя был сделать мягенький кнопки но послушайте но не очень как-то мне кажется звук прикольный машина полноприводная есть приводительный режим так называемая жесткая сцепка локу тут идет то есть блокировка заднего дифференциала и когда обычно включаешь он отключается после набора скоростью 40 км 40 км набрали все он отключается на тианах отмечу сразу на полноприводных она отключается после десяти километров то есть там чисто чтоб машина тронулась вместо там снежную погоду и поехала некоторые думают то что включая лог что машину вас там она 200 километров будет ехать на полном приводе если вы один из этих то знаете ваши боитесь касаемо климат-контроля климат здесь реально херовенький объясняю почему неоднократно читал в интернете отзывы владельцев о том что в летнюю погоду когда пульс допустим плюс 30 и выше кондер очень слабый то есть включают люди на минимальную температуру включают его на максимальный вентилятор то есть он дует 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 а воздух идет такой ну прохладный но не холодный с этим реально есть проблему как я ее решал я включал на минимальную температуру и закрывал воздухозабор чтобы по кругу он гонял машины то есть таким образом реально он холодить сильнее лучше попробуйте в летний период времени вот эта кнопка на в этом плане спасает вот печка тоже печку меня обычно здесь там в мае я ставлю зимой даже 24 25 не выше то есть пожалуйста хорошо здесь оставлю 3032 пока машина не прогреется она прогреется по горячий воздух я уже там кида на 26 вот машине установлен сидит ченджер на 6 дисков зачем он нужен я не знаю но есть полезная фиг это что он читает dvd то есть на машине пожалуйста можно без проблем смотреть там фильмы что я в принципе делала порой приедешь к ним подождать еще что-то сериальчик какой-нибудь воткнуть без проблем но смотреть можно только нас на ручнике то есть если ручнику не стоит грубой расстое ехать начинаете 10 км разгоняйтесь он сразу выключает и пишет синий кран что мол тормози братан не вариант на ходу смотреть вот на самом дисплее по большому счету вообще ничего нету есть только информация пробках не работает расход топлива единственное что можно сделать к по трассе гоняйте все включите вы посмотрите на тапку жмете что с ним происходит а он уходит в космос обслуживание ну стандартная фига то что он вам будет говорить что через 15000 км или там через какое-то уже нужно ехать что-то делать ну я считаю что не такая полезная где я вам просто на спутнике покажут где вы находитесь обновить карту и так далее версии системы обновление все бесплатно и насколько я знаю насколько я помню по крайней мере мне все бесплатно делать приезжайте на ты ложку либо там в любой свободу для вас время и пожалуйста можете сделать обновление так система навигация можно настроить громче тише и так далее аудио эквалайзер здесь стандартный будет телефон подключить 5 что телефонов можно bluetooth он показывает что подключено и можно также подключить в этом плеер ну и всякую такому часы дисплей на дисплей короче можно настроить в трех цветах будет синий красный какой-то там еще вот самый наверное будет такой популярный вопрос что касаемо музыки музыка здесь реально хорошая очень хороший я бы музыки поставил здесь 5 баллов исходя из того что обратить внимание что шкала здесь музыкально она она не такая большая и грубо говоря если на середину уже поставить то музончик будет долбить неплохо поэтому к ней вообще претензий нету реально музыка очень хорошая то есть покататься послушать музончик в этой машине просто шоколад зеркало у нас автозатемнением также в машине у нас есть так называемая панорамная крыша но по большому счету это люк когда же часть открывается и открывается еще вот эта часть так вот здесь можно ну щель сделать либо можно открыть ее полностью а вот эта часть она остается там не открыто место в тачке реально до хера то есть пожалуйста передвигаться на ней комфортно по городу не знаю там по стране в путешествию вообще делал по трассе расход у меня не падал ни разу ниже 11 литров ну то есть десятка не знаю это можно конечно что-то там как это сказать сбить до десятки но это прям очень тяжело что касаемо коробки она нас вариатор как я уже сказал никакого спортивного режима здесь нет есть только ручной режим что в принципе то умеет им пользоваться может его заменить отмечу что мне вот всегда нравится когда вот сделала вот так когда нажимаешь и уже открывается там стаканик это можно поставить кофе нежели чем когда это открытый изначальной части ты вообще меня прям фу подлокотник большой он двойной то здесь у нас салфеточки а здесь у нас все остальное там не анти радар и всякая прочая херня вот я начал говорить то что перевозил профиль 20 на 40 ну и короче по глупости по тупости по моему она взял погнул пластик что будут делать но думаю на праздник опять же поеду куда-нибудь хочу давно уже снять вот эту часть попросишь по ними либо и кожи обтянули такой же цвет не знаю что и что придумать но предложить если скит вариант чувствите можно сделать что-нибудь надо делать по любасу вот но в принципе вот так вот вот такая тачка то есть что касаемо динамики опять же бля машины тянет просто пиздецка то есть в городе вы кайфонить от не по полной программе прям нажимаешь на газ она прям сразу уходит уезжает тащит тогда но это я сейчас прям на деле покажу также отметим что парктроника в машине нет но в машине очень четкая крутая камера но сейчас солнце отсвечивает ждали ждали солнца то солнце вышло сейчас она мешается вот она с траектории поворота то есть вы когда поворачиваете можете смотреть как машина ваша поедет очень удобно на самом деле фишка просто некоторых 10 нету траектории поворота и как бы она просто какие-то есть прямоугольники нахер они нужны но непонятно маленько вот обратите внимание подрыв какого дома едем сейчас сколько 40 он подхватывает и самое главное сейчас если она 80 нажму в пол он тоже хватает и тянет вообще неплохо обращу сразу внимание какой минус коробки минус тонн тоже когда вы в пол там чисто в пол нажимаете задержка идет задержка связана с тем то что вариатор по какие скорость пониже и так далее подхват пойдет и так далее проще выбрать рассказал подхват по так далее так далее так так тому подобное проще всего я вообще рекомендую просто плавненько нажимать педальку в пол плавненько нажимаете это тоже самую секунду 2 займет и машина прям подтащит так как надо по городу передвигаться на тачке вообще кайф получаю колоссальное удовольствие получаю колоссальное удовольствие при езде по м4 или по иной другой трассе тапочку в пол на 140 машина хватает сразу тени до 200 максимально на ветерой 220 меня 220 разгонялся дальше уже там то тормажутся так же что касаемо расхода но в среднем на полном баке я проезжаю бак здесь 82 литра на полном баке я проезжаю примерно 550 600 км и потом уже там горит у меня значок я едут заправляться заправка входится примерно до полного 2 700-3 тысячи рублей вот такие примерно цифры все входит если сравнивать так это сейчас вы скажете нахер ты это сравниваешь но пацаны ну вот у меня двухлитровая mazda и вот 35 nissan то есть здесь вообще совсем по-другому машина даже педали реагирует я еду а допустим сколько 50 до 60 я чуть-чуть начинать я не в пол давлю она уже тянет и дорога она держит вполне идеально то есть для такой машины с такой подвеской это вообще просто я считаю шоколад до поначалу когда на нее только сел за счет того что она прям вообще реально мягкая было непривычно но потом касаемо скрипов и косяков по машине скрипит здесь очень много чего то есть передней части он показал это вот это скрип отсюда идет откуда-то оттуда скрип какие-то стуки идут ну и в основном задней части автомобиль то есть вот сиденья дребезжат но сиденья думаю требует того что я просто складываю периодически раскладываю нужно там повнимает мне посмотреть те же самые ремни безопасности на место поставить так далее но все равно шум и доносится особенно когда мороз стоит то есть ехать начинаешь для машины там вся гудит не гудит а скрипит тарахтит так далее в летнюю погоду либо даже в зимнюю погоду вот в такой как сейчас по ровной дороге проблем нету то есть я еду в принципе здесь суммы по стороне они не такие особенно если включить музыку сейчас но проблем с этим вообще не будет вот советовал бы я купить вам эту машину я конечно бы посоветовал вам купить эту машину если она вам нравится но сказать там что с ней будет дальше ну не знаю подписывайтесь как обычно канал чего-нибудь не дай бог конечно не случится я вам обязательно об этом расскажу покажу а если вы владелец этого автомобиля и она у вас уже там больше какого-то срока на больше чем три года у вас большой пробег расскажите что от нее ждать что может меня напугать что может меня разорить и так далее к чему мне готовится соответственно я должен быть вооружен так на этом все я вам соответственно предлагаю подписаться на канал зачем а вот зачем 98000 напоминаю и почти три года владения что будет машины дальше вы узнаете об этом первыми возникнут вопросы пишите задавайте будем отвечать буду смотреть а дальше канал будем развивать по любому чего не будем новенького придумывать и так далее поэтому парни ставьте лайки обязательно подпись и до новых встреч с вами пока пока